Четыре школы за пять лет. Новый корпус флагмана в Сколковском. Образовательный центр Багратион. Один из самых больших в России. В этом году округ идет на рекорд. В планах достроить сразу шесть школ. Это более 4100 мест. Это в частности школа в Горках-Вторых на 550 мест. Школа в Немчиновке также на 550 мест. Школа в микрорайоне Одинцово-1 на 1160 мест. Школа в Заречье-Парк на 600 мест. Школа долгожданная в микрорайоне Восточном на 1100 мест. Это город Звенигород. Завершится строительство нового корпуса коррекционной школы «Надежда». Развивается и сеть дошкольных образовательных учреждений. За пять лет в округе стало на 8 детских садов больше. Очередь для детей от нуля до семи лет за эти годы мы смогли сократить в два раза. И эту работу продолжаем. В этом году откроют двери для малышей еще пять детских садов. Три в Одинцово-1 и два в жилом комплексе «Одинград». За минувшие пять лет стало больше и объектов здравоохранения. Открыты кабинеты врача общей практики и центра диспансеризации. Реконструирована поликлиника номер один. Построена поликлиника в Ромашково. Планы не менее амбициозные. Прямо сейчас ведется строительство еще пяти поликлиник и одного фельдшерско-акушерского пункта. В этом году мы откроем поликлинику на 300 посещений в смену в Заречье и фельдшерский-акушерский пункт в Кубинке в поселке Дубки. В конце этого года завершится ремонт в хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы. А в 2025-м вновь откроется медучреждение в Перхушково. Там будет работать стационар регионального сосудистого центра. Последние годы в сфере здравоохранения наше внимание также направлено на привлечение врачей для людей, для жителей. Скорее всего, это даже важнее, чем отремонтированные здания и новые аппараты. Хочу сказать, что за пять лет было принято более двух тысяч специалистов. В первую очередь медиков привлекают различные меры соцподдержки, предоставление служебного жилья, акции «Приведи друга», областные программы, земский доктор, социальная ипотека, подмосковный врач. Евгения Августина, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.